Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами приготовим пенегрет. Что нам для этого понадобится? Морковь, свекла, лук, картофель, яблоко, огурец. Но, конечно, не такой и не так много. Я уже несколько раз от него отрезаю в разные блюда. И он у меня все время не заканчивается. Огурец. Дальше я добавлю горошек зеленый в этот винегрет. А пока я поставлю все это варить. Кроме, естественно, лука, яблока, морковь, картофель, свеклу ставим варить. Так, а это все чистим и попробуем покрышить. У нас все происходит очень быстро, поэтому я уже покрышила лук, яблоко. Если вы не хотите, чтобы оно потемнело, посолите яблоко. Оно будет сохраняться вот таким беленьким светленьким. Огурец, свекла сварилась, я ее покрышила, картофель, морковь, я открыла баночку, зеленого горошка. Можно, конечно, вместо зеленого горошка брать фасоль и тоже ее варить, вареную фасоль. Так, теперь нам нужно все это смешать. В какой последовательности мы все это делаем, смешиваем. Сначала берем свеклу. Вот наша свекла хорошо сварилась. Кстати, вкус винегрета очень сильно зависит от качества свеклы. Если она сладкая, винегрет будет вкусным. Поливаю растительным маслом. Масло обволакивает кусочки свеклы и она тогда меньше раскрашивает наши другие овощи. Вот, хорошо она вернулась, смазалась в масле. Теперь добавляем следующие продукты, но уже в любой последовательности. Не играет роли. Первое, это нужно было свеклу, взять свеклу и окунуть ее в растительное масло. Так, морковь, огурец. Я беру свежий огурец. Можно брать малосольный. картофель. Лук. Яблоко. Оно у меня уже соленое. Я его посолила для того, чтобы сохранить вот такой цвет. И горошек. Зеленый горошек. Так. Дальше, что можно добавить? Можно добавить соль, перец по вашему вкусу и перемешать. Все перемешаем. Варианты приготовления винегрета, составляющие, могут быть разными. У каждой хозяйки есть свой вариант. Ну, я взяла вот такой. Объединила такие овощи и добавила к ним яблоко. То есть, то, что было у меня в наличии. Ну, мы с вами будем рассматривать и другие варианты. и с малосольными огурцами, и с фасолью, и с горохом, и даже с капустой. Кислой капустой. Так, ну что ж, я еще посолю немножечко. Дам хорошую щепотку соли. За счет того, что я полила маслом, свеклу, свеклу маслом, сейчас я масла уже не добавляю. Оно уже в этом салате есть. Главное, чтобы было достаточно соли и чтобы была очень вкусная сладкая свекла. Вот и все. У нас это готовится быстро. Теперь я насыпаю свою тарелку. И, как всегда, пробую, что у нас получилось. Ну что ж, остается попробовать самый интересный момент. Объедение. Очень, очень вкусно. Ну вот и все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok